Что общего может быть у детской игры про монстроподобных ручных зверьков и сурового симулятора выживания в условиях военного конфликта? Любой нормальный человек скажет, что НИ-ЧЕ-ГО и в принципе будет прав. Но лишь отчасти и только лишь потому, что скорее всего знает про обе игры по роликам с ютуба, то есть совсем ничего не знает. А если никогда не слышал про Тарков и не в курсе, что это за суровый жвач такой, глянь мой предыдущий ролик. Станет чуть понятнее, почему у этого видео такой странный заголовок. Приветствую, товарищи. Меня все еще зовут Ксандр. И да, я сегодня буду говорить про покемонов. Вот так внезапно я могу переключаться с суровых милитарисимов на тупые дебилки для детей от Нинтендо. Привыкайте, на этом канале еще и не про такую дичь узнаете. А еще лучше подписывайтесь, чтобы расширять игровой кругозор. А то че вы в самом деле ничего не знаете ни про покемонов, ни про самую популярную консоль нынешнего поколения. Но самое главное, что заголовок это не кликбейт. Я реально начал ощущать какие-то странные параллели между последней игрой про покемонов и другими играми-гринделками, а то и самим Тарковым. Досмотрите ролик до конца и не говорите потом, что сова недостаточно тянут на глобус. Давайте начинать. Для начала определимся, что Pokemon Legends Arceus это не основная игра про покемонов. Это скорее такой спин-офф, разработчики которого пытались переломить привычный геймплей серии. Если классическая серия покемонов работала как самая обычная JRPG с беганей по более-менее рельсовым локациям, то легенды Arceus это экшен-РПГ в открытом мире, совсем как последняя легенда о Зельде. Что же это меняет? Ну на самом деле все и ничего одновременно. Из общего остались тактические бои покемонов. Это все такая же пошаговая раздача мега-подзатыльников друг другу, но без некоторых механик классических игр, зато со своими фишками с инициативой и мастерскими ударами. Если коротко про них говорить, то любой покемон при прокачке может выучить свои приемы на мастерском уровне. Тогда у игрока будет выбор. Либо ударить сильнее, но упустить инициативу, либо ударить быстрее, но нанести меньше урона. Ну или ударить по старинке и остаться в общей очереди ходов. Боевой геймплей это маленькое нововведение нифига так усиляет, и иногда случаются моменты, когда действительно стоит подумать о какой же удар нанести. Раньше такого в серии, если честно, я не видел. Впрочем, я и не во все части покемонов играл. Еще легенда Arceus структурно-сюжетно очень похожа на предыдущие игры. У нас есть центральный персонаж, который должен повышать свой ранг ради некой конечной цели. Мы кочуем из локации в локацию, ищем там покемонов, подстраиваем свою команду под конкретных противников и участвуем во множестве битв, прокачивая как питомцев, так и себя. Разве что тут значки не нужно зарабатывать в битвах с жим лидерами, но на их место пришли звезды. А вот во что все это обернуто, вот тут-то и начинаются параллели с совсем другими видеоиграми. Первое отличие от предыдущих частей покемонов – это открытый мир. Почему-то все говорят, что это чуть ли не впервые в серии. Но если мне не изменять память, в Pokemon Sword and Shield тоже были большие открытые локации с кучей покемонов. Да, не такие огромные, но и в Arceus полностью открытым мир, как например Breath of the Wild, я назвать не могу. Все же у нас здесь есть хаб-локации с неписями и заданиями, а также небольшой список больших открытых областей для исследования. Хотя, если честно, на последнюю Зельду геймплей на последние покемоны местами очень похожи. Жаль, что не визуально, графику тут просто вырвиглазное. И да, в портативе это не так сильно бросается в глаза, но когда играешь на большом мониторе или телевизоре, это физически больно наблюдать. Покебол, да что с тобой, почему ты такой всратый? Так вот, открытый мир в Pokemon Legends Arceus просто прекрасный. Пустоватый, конечно, на мой вкус, но увлекательный для изучения. Игра вас, кроме пары случаев, вообще никак не ограничивает. Идите куда хотите, делайте что хотите, находите приключения, ищите секретные предметы, выполняйте задания и участвуйте в случайных событиях. А можно просто устроить сафари на покемонов и отлавливать их пачками. Тут и правда есть чем заняться. А сами локации построены так, что в некоторые места было не так-то просто добраться. Иногда тут надо подумать и просто побегать по кругу, например, чтобы найти узкий проход или хитрый способ добраться до конкретного места. А иногда нужно просто подкачаться и пройти историю. И тогда уже способов добраться до какого-то места у персонажей становится больше. Совсем как в моих любимых метроидваниях. Ну а наполненные открытые миры умеет делать даже Ubisoft. Что от них толку, если основной геймплей скучный и не прилагает никаких вызовов? Заработчики Pokemon Legends Arceus подумали и над этим аспектом. И рутинную ловлю покемонов превратили в своего рода трофи-хантинг. И мало того, выполнение ачивок, связанных с охотой на покемонов, сделали геймплейным ядром всей игры, что крайне необычно для серии. Как это работает? Для каждого покемона в покедексе есть табличка с необходимыми заданиями. Как правило, два-три у них у всех одинаковые. Победи или поймай энное количество покемонов. А вот остальные у всех разнятся. Кого-то надо поймать, не привлекая внимания. Для других задачи будет наловить самых больших особей, ну или самых маленьких. В третьих же нужно несколько раз победить приемы определенного типа и так далее. И вот с этого момента мне это стало напоминать какую-то дикую поместь Таркова и Monster Hunter. Вы бегаете по локациям, в поисках какой-то твари, по пути пролутываете каждый камешек, собираете всякие вкусные ништяки, крафтите из них полезные для охоты штуки и прячетесь по кустам, выслеживая жертву. Ну и чем вам это не Тарков? Замейте покемонов на ЧВК и диких, покеболы разных видов и способностей покемонов на огнестрел. И вот уже игра становится похожей, разве нет? Ну че, как там ваша сова, еще не трещит? Ну а если серьезно, вот этим лутанием всего и вся и прятками по кустам от опасных противников, мне игра и напомнила Тарков. Вот бы еще конечно Таркова рандомный спавн ништяков сделать, чтобы люди бегали не в заготовленные места, а носились по всей карте в поисках новых точек спавна лута. Появление схронов сделать в рандомных местах. Эх, мечты, мечты. Эээ, впрочем мы отвлеклись, у нас тут покемоны. Так вот, выполнение челленджей для заполнения покедекса нужно в первую очередь еще и для прокачки вашего героя. Побегав по округе и выполнив пачку заданий, вы можете вернуться к профессору, который конвертирует вашу работу в очки. На их основе вам будут начисляться звезды, повышаться уровень покемонов, которых вы сможете поймать, а также вас обучат новым рецептом более крутых покеболов. К сожалению, как и во всех остальных частях серии покемон, левелинг здесь везде и повсюду. Но он тут довольно простой. А так как пейволов в игре вовсе нет, то и сложности как в какой-нибудь Assassin's Creed Odyssey тут не будет. В моем же прохождении была обратная ситуация, когда придя ко второму боссу я был перекачан на добрый десяток другой уровней и мои покемоны фактически ваншотили его. Но это я просто увлекся охотой на крупных альфа покемонов и ловли редких видов. Кстати, альфа покемоны это еще одно нововведение в этой части серии. Это такие красноглазые покемоны, которые много кушали и отъелись до огромных размеров по сравнению с себе подобными видами. Они как правило высокоуровневые, очень опасные и владеют сверх мощными атаками. И вот так сходу с ними сражаться будет довольно сложно, поэтому имеет смысл поиграть с ними в стелс охоту и попробовать поймать их совсем без драки. Иногда это получается практически с первой попытки. Иногда покемон вообще никак не хочет ловиться и приходится драться. Но и там бывает, что даже доведя его полоску здоровья практически до нуля, он будет раз за разом вырваться из покебола. Ну и тогда приходится либо перезагружаться и пробовать снова, либо же просто добивать особо упертого альфача и получать кучу опыта хотя бы теми покемонами, которые смогли выжить в этой битве. И вот охота на таких альфачей мне смутно напомнил Monster Hunter. Там тоже во главу угла ставятся огромные опасные твари, к каждому из которых требуется особый подход и подготовка. И лично мне такое по душе. Другая активность в открытом мире это периодически появляющиеся разломы пространства времени. Ах да, я же вам совсем забыл рассказать о местном мире. Pokemon Legends Arceus это приквел к самым первым по хронологии покемоном. Местные люди толком еще ничего не знают об этих тварях и только начинают их изучать и пытаться сосуществовать с ними вместе. Поэтому то основа здешних заданий это разведка того, что умеют покемоны, какие они и выведывание их тайн. Так вот, а теперь угадайте кем является местный главный герой. Правильно, попаданцем, которого забросил в этот мир через пространственный разлом над местным вулканом. Банальнее начало сложно придумать. Привет амнезием из ролевок беседки. Подобные разломы периодически появляются в разных местах на карте, о чем игра любезно сообщает специальным уведомлениям. И если войти внутрь такого пузыря, то в нем будут попадаться особо редкие и опасные покемоны, а также различный уникальный лут, который практически не встречается в других местах локаций. Нет, ну это же прям аирдропы из Таркова, не находите? Проблема лишь в том, что в таких разломах вам натурально может дать люлей толпа покемонов. Один на один тут драться практически не выходит и вас будут пинать со всех сторон, а вы все также ограничены одним единственным покемоном. Да, это не честно, зато это довольно классно испытывает вашу пати на универсальность и стойкость к различным условиям. Ну и покедек в таких местах выполняется редкими экземплярами покемонов, что тоже дает плюс к прокачке героя. А если их еще и изловчиться поймать, то можно будет ими потом и подраться. А еще в игре есть различные коллекционные штуки, приносящие свои ништяки. Погоня за шайней покемонами тоже никуда не делась, при этом игра на них довольно щедра. Да даже просто исследовать открытый мир интересно. Я постоянно ловил себя на мысли, что по пути к сюжетному заданию я уходил в какие-то дебри ловить тамошних покемонов и буквально насильно возвращал себя к сюжету. И вот я считаю, что именно так и должны увлекать открытые миры в играх. Также пару слов стоит сказать про местный крафт. Он все так же, как и в остальных играх меня бесит, но тут он чертовски полезный. И бесит он меня в первую очередь ограниченным местом в рюкзаке для ингредиентов. Но и это решается у определенного человека в деревне, хоть и не дешево. И вот благодаря крафту в игре практически не нужно фармить деньги на полезные расходники. Все их можно собрать вручную в любой момент игры. Но и это совсем не обязательно. Если привыкли играть по старинке и без крафтов, то покупайте покебол и эликсиры у торговцев. И вот черт знает почему меня так захватила эта игра. После прохождения покемон Шилд в прошлом году я был практически уверен, что в ближайшее время за них больше не сяду. Покемон Вайна 3DS я ведь так и не осилил, хотя начинал их еще до Шилда, а она куда интереснее реализована. Но однотипный геймплей основных игр про покемоны в меня лично утомил. Legends Arceus по ощущениям вообще другая игра. Я ощущал ее как урезанную версию Breath of the Wild, но с покемонами. И вот открытый мир, который интересно исследовать, плюс коллекционирование чего-либо — сочетание, как оказалось, очень вкусное для меня. И плевать на отвратительную графику и невнятную музыку в игре, плевать на примитивную сюжетную завязку и набившую оскомину классическую сюжетную канву. К Nintendo обычно переходит за геймплеем, и тут его нагружают целый вагон. Очень классная, залипательная игра, в которую хочется возвращаться вечером после работы, чтобы просто поймать пару новых покемонов и поохотиться за каким-то редким видом. На мой вкус это лучшая часть покемонов на данный момент, похожая на многие сторонние проекты и при этом не выглядящая вторично. Довольно редкое явление в современных играх. Но самый главный сход со Старковым — это местная погода. Еще секунду назад ты ходил спокойно, видел всю карту и — ты как? — повсюду туман и ни черта не видно. Никит Васильевич, у вас фишку игры приводит сделать что-нибудь. Ты чё, сука?